Лестницы сейчас у нас хорошо чистят, убираются. Бетонная лестница между домами номер 25 и 37 очищена от снега, но ступени все равно скользкие, ходить опасно. Здесь же на месте рабочее совещание, которое проводит мэр города с депутатом по округу и представителем управляющих компаний. Обсуждают, что можно сделать. Когда оттепели начнутся, будет лед, надо тогда песком посыпать. А тогда, наверное, песком посыпать. Только надо не проворонить этот период. А реагенты, если покупают? Реагенты люди не хотят, да? Да, там у нас бобов. Ну, обувь, это все. Можно дополнительное ограждение установить еще на две трети от лестницы, потому что большой пролет. Ну, вот люди правильно говорят, ну давайте тогда. Да, вот потому что... Давайте оставим ее в покое, да, затопчем, закатаем тогда. Не все. Не все. Вот эту часть даже хотя бы часть. Потому что люди, когда поднимаются по лестнице, она такой скользкой нам не кажется. А вот когда спускаешься по этой лестнице, то тут уже, конечно, скользко. Беседу с жителями мэр города продолжает также по пути. Один из соседних дворов. Снег с тротуаров также убран, но недалеко. Вот он, свален там, где летом будет газон. Они говорят, что у них нет денег на вывод снега. Надо вывозить. Сюда не сцепайте. После рабочей прогулки по морозу, согреваясь чаем библиотеки семьи Полевых, мэры жителей университетского обсуждают ближайшие перспективы развития микрорайона. Дмитрий Берников рассказывает, в подготовке к празднованию 355-летия города основной упор решено сделать на благоустройство. В университетском, в частности, предполагается оборудовать площадку для катания на скейтбордах и биемиксах. Полностью сразу сказать, что все вопросы решиться никак не могут, потому что требуется же и время, и все. Но беседа была очень теплая. Беседа была, мне кажется, очень конструктивная такая. И поэтому мы надеемся, что все вопросы, которые мы передали сегодня на нашей встрече, и то, что нам пообещали что-то сделать, все это будет сделано. Глава города пообещал лично заняться и проблемой парковки возле библиотеки. На этой аллее автовладельцы ставят свои машины. Это мешает проходу посетителей. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский. Новости сейчас.